Весна, идет вот дождь, у нас уже третий день вроде мокрых и все равно мы поливаем. Изгородь из туи Брабант. Вот мы посадили ее буквально неделю назад. Сажаем изгородь на метр по три штуки. Будет очень плотная и хорошая изгородь. Напор сейчас не очень, но я думаю, мы ее все польем. Вот начинается дождик даже, уже три дня доедут дожди и все равно все сухое. Поэтому поливать надо постоянно, каждый день. Здесь у нас напор такой, что вот не трудно, но ничего, мы справляемся. Тую надо поливать. Еще раз говорю, ребята, туя любит стоять в воде. К осени она даст сантиметров 50-40, это как минимум. Где-то подровняем, где-то что-то сделаем. Самая лучшая туя для изгородьбы, это конечно же Брабант. А в каком возрасте лучше ее рассадить, так на изгородь? Ну это у нас пятилетняя туя. Вообще в трехлетнем возрасте лучше рассаживать. Примерно расстояние вы видите на метр три штуки. Это значит, что у вас будет плотная, хорошая изгородь. Потом естественно вам надо будет ее постригать. Кто не хочет постригать, значит сажает изгородь где-то примерно, как по технологии, 70 сантиметров. Растет в год прирост туний. Ну сначала, первый год после семян, она где-то 5-7 сантиметров. На второй год она 12-15 сантиметров. Но на третий год уже там идет 25-30 сантиметров. Ну а четвертый, естественно, там уже может и до 80 дойти. Ну в пятый год, как вы видите, примерно около метра. Вот сейчас даже идет дождь, если видно вам, ну капает, моросит. Вот весь день сегодня моросит, но мы решили полить тую. Потому что, ну вот смотрите, вот земля вот сухая. Ну что это, это, это ей питание никакого. Вот земля, видите. Если вы хотите расстоять, вот веревка натянута специально, чтобы ровно она была. Хотя это не строго обязательно, потому что по этой веревке, как бы, ну... Потом она все равно сбьется, она ровень вся будет. Если вы хотите, то теперь ровненько сделаешь и все. Можно, не знаю, трубу проложить, можно лопатой прокопать. То есть проблема на глаз. Не обязательно веревку протягивать. Но сейчас будем уже поливать каждый день, независимо от погоды. Сейчас идет у нее рост, по хвои. Корневина можно дать. Прямо подкарживаю, по два кушечка. Ну, после полива она оживает, конечно, очень хорошо. Вот так делайте лунки. Или же грядку полностью, чтобы бросить планку. Но если вы оставите планку, я не думаю, что будет хорошо. Лучше вокруг лунки сделать. Заливать. И поливаете, смотрите, вот одну поливаете, например. На третьей, где вы поливали, уже ушла вода. Переносите сюда, здесь поливаете. Поливаете вторую, опять третью. Все, теперь расходите опять. На четвертую, где вы еще не поливали, опять поливаете. Поливаете пахуи, поливаете корневую. Опять, все, все, вода стоит, опять переноситесь на эту, на эту. Можно и на ту дать. И так дальше пошли. Тогда полив будет богатый. И туя откликнет, конечно же, хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... ... Продолжение следует...